Всем привет! Вы снова на канале shara-games.ru и сегодняшняя тема видео ошибка msvcr100-110-120.dll. Файл msvcr100-110-120.dll это часть компонента Microsoft Visual C++ в операционных системах Windows 10, 8, 7 и Windows XP. Сообщение об ошибке может возникнуть при запуске компьютера, запуске игры или каких-то специфических функций в вашей программе, например, печать. Непредвиденное завершение работы или заражение вирусом может также повредить файл, что приведет к ошибкам DLL. Что нужно для того, чтобы исправить ошибку? Для начала нужно посмотреть тип системы. Для этого заходим в панель управления и смотрим тип системы. У меня 64-битная. Закрываем. И первым делом необходимо скачать Microsoft Visual C++. Начинаем с 2005 года, затем с 2008 года и так до 2015 года. Я покажу на примере Microsoft Visual C++ 2012 года, апдейт 4. Переходим по ссылке. Скачать. Открываем. Исправить. Закрываем. И далее необходимо скачать Microsoft Net Framework последней версии. Выбираем. Выбираем последнюю версию. Скачать. Открываем. Ставим галочку и нажимаем установить. Ждем, когда полностью загрузится. После этого нажимаем готово и перезагружаем компьютер. Если после перезагрузки компьютера ошибка не исчезла, переходим к способу номер 2. Скачиваем недостающие файлы. Переходим по ссылке. Открываем. И выделяем необходимые для нас файлы. msvcr.100.110.120.dl Выделили. Так, свернем. Заходим в мой компьютер. Windows C. Папка Windows. У кого 32-битная система, заходит в папку System32. У меня 64-битная. Я захожу в папку SystemWolf64. Опускаемся вниз. И перетягиваем эти файлы сюда. После этого перезагружаем компьютер. Если ошибка все-таки не исчезла, необходимо создать новую учетную запись и запустить программу или игру с новой учетной записью. Для создания учетной записи необходимо зайти в панель управления, учетной записи пользователей, управление другой учетной записью, добавить нового пользователя. Заполняем все необходимые данные. Нажимаем Далее, Далее. Готово. И после этого заходим под новой уже учетной записью. Если этот способ не помог, в таком случае необходимо переустановить операционную систему. Все необходимые ссылки вы найдете в описании. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Надеюсь, информация была полезна. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok